Всем привет! Сейчас я покажу, как я иногда готовлю куриной грудки. Я буду их фаршировать сыром и зеленью. Сегодня это у меня будет петрушка. Также вкусно брать любую зелень на ваш вкус. Тут может быть и кинза, и укроп, и лук. Любая в общем. Мы будем делать надрезы на курином филе. Я его уже помыла и обсушила бумажным полотенцем. Вот надрезы, чтобы были более аккуратные, удобно делать вот таким ножом. Он вообще идет, по идее, для резки помидоров. Но вот с этой вот задачей справляется тоже вообще замечательно. Вот. Ну что же, сейчас я покажу, как сделать грудку. Кстати, да, вы можете сделать по-другому. Вы можете таким же образом сделать рулетики. То есть отбить мясо, просто куриную грудку разрезать на пополам и отбить мясо. И сформировать рулетики. Ну, я хочу сделать вот так. Итак, начнем. Теперь вот этим ножичком. Я уже сделала одну грудку. И вот сейчас покажу, как говорится, как это все делается. Вдоль филе мы делаем аккуратные надрезы, формируя из нашей грудки такой небольшой кармашек своего рода. Куриное филе очень нежное и его очень легко повредить. Нам, конечно, желательно, чтобы у нас получилось без дырочек. Ну, чтобы все-таки и начинка, знаете, не вытекла лишний раз. Так, сейчас. Ну, вот как-то так получилось у нас. Теперь сюда мы кладем сыр. У меня выходит примерно 2,5 кусочка на грудку. Внутри я не солю, не перчу. Все это мы делаем снаружи. Ну, вы, конечно, можете внутри тоже посолить его и проперчить. Ну, я считаю, что это уже лишнее. Так. Все, вот наша ароматная начинка внутри. И сейчас мы будем закреплять филе при помощи зубочистки. Зубочистка сделать это легко, но знаю, что некоторые боятся и думают, что это как-то ненадежно. Все надежно. Если вы совсем боитесь, то можно сделать при помощи нити. Есть такая специальная кулинарная нить. А можно, ну, конечно, швейной. Естественно, ее сначала помыть, постирать. Вот. И брать желательно, конечно, белую, чтобы, не дай бог, ничего не подлиняло. Вот, смотрите, как легко мясо протыкается этой шпажкой, зубочисткой. И все достаточно плотно удерживается. Нам нужны эти шпажки вообще изначально для того, чтобы просто обжарить мы смогли. Потом в духовку, когда будем отправлять, уже, ну, не так важно, конечно. Можно эти шпажки сразу снять. Ну, можно оставить их уже, когда полностью готово будет, потом снять. Так, посыпаю соль, перец и аккуратно втираем. Пока мы будем фаршировать еще одну грудку, вот, как раз вся соль и все специи впитаются. Можно также использовать любые специи, которые на ваш вкус, как вам нравятся. Вот, ну, я считаю, что здесь можно так классикой обойтись. Перец и соль. Вот такой получился у нас фаршированный кармашек. Сейчас я дофарширую еще одну грудку и расскажу, что мы будем делать дальше. Наши кармашки готовы. Сейчас мы будем обжаривать их на сковородке. Я обжариваю без масла, потому что у меня керамическая, и как-то так все хорошо получается и без масла. Вот, поэтому по 5 минут буквально нам нужно, чтобы образовалась такая небольшая корочка. Я обжарила курочку. Вот, смотрите, получилось вот так с каждой стороны, придерживаясь щипцами. Естественно, уж она не так не везде хорошо держится. Все-таки неравномерно. Ну, вот мы ее обжарили со всех сторон. Получилась такая немножечко ароматная корочка, но еще, естественно, это все не готовое. Главное, ну, не пересушить, потому что все-таки куриная грудка суховата сама по себе. Но мы ее сейчас сделаем, и она будет очень такой нежной. Так, уложили в форму. И я люблю запекать в томатной пасте. Можно взять такую, можно любую другую. Это, естественно, уж без разницы. Ну, такая, чем удобно, тем, что такой разовый момент. Так, у меня здесь 400, наверное, много будет. 350 грамм воды. Миллилитров 350, извините. Кстати, я заранее прошу прощения. Я вот иногда, бывает, коверкаю слова, что-то неправильно говорю. Вот, ну, есть у меня, конечно, такое. Я буду стараться говорить все правильно. Вот так бывает. Итак, смотрите. Размешиваем с водичкой. Это все дело нужно посолить, поперчить. И добавить специи по вашему вкусу. Вот сюда я добавлю еще, у меня есть такая специя. Девочки, кстати, вот соль, перец, вот спрашивают. Все на свой вкус. Потому что вот для меня, допустим, сюда пол чайной ложки нормально. Кому-то чайная, кому-то вообще нисколько уже не надо. Поэтому это все правда такое, субъективное очень. Так, сейчас покажу, какая у меня есть приправа. Она вот курицы. Вот такая камень, смельничка. Вот здесь такие прям ароматные у меня. Вот я уже практически все использовала. Нужно брать новую. Ну, для придания такого аромата. Чего-чего специи я люблю, чтобы было побольше. Ну, конечно, тоже перебарщивать не стоит, но все-таки приятно, когда еда такая ароматная. Не просто обычно как-то. Не важно, как ты ее готовил, она одинаковая. Вот это вот хуже нет. Так, ну что, готово. Поливаем грудку. Не бойтесь, чтобы получилось много. Ну, вот у меня, допустим, муж очень любит такие всякие соусы, которые вот остаются. Потому что здесь часть жидкости выпаривается, и он становится гуще, насыщается ароматом курицы, вот всех вот этих специй. И потом очень вкусно вот подавать именно мясо и поливать его сверху вот таким соусом. Итак, мы теперь нашу курочку отправляем в духовку при 180 градусах на 30 минут. Примерно 30-40 это вот всегда, ну, стандартно. Поэтому тут ориентируйтесь на свою духовку, конечно, и на размеры грудок все-таки, потому что они тоже разные бывают. Вот, пока будет готовиться наше вот мясо, мы ближе уже к концу приготовим гарнир. У меня сегодня это будет, наверное, паста. Да, точно, у меня сегодня будет на гарнире паста. Я люблю барилу, по-моему, вот это одна из самых вкусных паст, которые вообще у нас есть в магазинах. И таким приятным ценам на него часто бывает скидка. То есть можно кушать хорошую пасту с хорошим вкусом за хорошую цену. Вот такие гнездышки, они в процессе варки, естественно, так сказать-то, разматываются. Вот, варить ее нужно 6 минут всего лишь. Естественно, мы просто сливаем воду, никаких там полосканий холодной водой и прочих ужасных вещей с этой пастой делать не стоит. Так, просто мы, значит, сливаем водичку и оливковое масло добавляем и перемешиваем, ну, чтобы они не слиплись. Вот, вкуснятина. Паста сварилась и сейчас я сюда добавлю немножечко оливкового масла, как и говорила. И перемешаем. Вот, видите, какая она получается? Мягкая и не липнет. Все, теперь ждем мяса. Наша курочка готова. Мне очень понравилось, как получается. Смотрите на разрезе, какая красота. Здесь у нас сыр и зелень. Курочка пропеклась. Я ее в итоге держала минут 35. Почему-то, когда прошло 30 минут, мне показалось, что нужно еще 5 минут. Ну, вот, не знаю. Ну, в общем, итог. Курочка готова. Она очень нежная, легко режется. Подаем с гарниром. У меня сегодня эта паста. Вы можете делать все, что вам нравится. Поливаем соусом. Соус у нас выпарился и немножечко загустел. Вот, я надеюсь, что вам пригодится мой рецепт и разнообразит какой-нибудь из ваших ужинов. Вот, всем спасибо за внимание. Пока.